Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшев о главных окруженных событиях к этому часу. Под Сургутом экстренную посадку совершил вертолет Ми-8. На его борту было 7 человек. Все они живы. Правда, пятерых пострадавших пришлось госпитализировать. Пассажирам вертолета в буквальном смысле повезло. Рядом был борт Центра медицины катастроф. Бригада врачей направлялась из Сургута на вызов с месторождения. Примерно в 16 часов им поступила информация о совершившем незапланированную посадку в вертолете авиакомпании «Ельцовка». Место как раз находилось по пути следования. Врачам удалось эвакуировать семерых пострадавших. У троих тяжелые травмы, еще у двоих средней тяжести. Уже в 18 часов все они находились в Сургуте в травматологическом центре. Еще двое пассажиров сейчас получают помощь амбулаторно. Ми-8 центра медицины катастроф пришлось повторно вернуться к пациенту на Мултановское месторождение. Более 600 специалистов сейчас тушат пожары в Югре. Вместе с нашими спасателями продолжают работать сотрудники авиабаз Свердловской области и Красноярского края. Задействовано 17 единиц техники, 12 самолетов и вертолетов. Сегодня в Югре действует 20 лесных возгораний, сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов. В Нижневартовском, Белоярском и Сургутском районах первый класс пожарной опасности, второй в Березовском и Октябрьском районах, третий в Кандинском, Советском, Хантамантийском и Нефтьюганском районах. В Югре сохраняется особый противопожарный режим, а в Березовском районе еще и режим ЧАЭС. В Югре усиливают меры по профилактике коронавирусной инфекции. Последние данные статистики говорят об увеличении числа заболевших. Ежесуточный прирост в Югре превышает полтысячи человек. Накануне губернатор Югры подписала постановление, согласно которому югорчанам рекомендуется носить маски не только в медучреждениях, но и в организациях социального обслуживания, в автобусах и такси. Словом, во всех закрытых помещениях. Работодатели должны выявлять сотрудников с признаками инфекции, остальных обеспечивать антисептиками. Департаменту здравоохранения Югры необходимо наладить работу контакт-центров для приема обращений с острыми симптомами ОРВИ. А департаменту соцразвития требуется обеспечить адресную доставку продуктов питания и лекарств пожилым людям и инвалидам. В Хантамансийске наградят выдающихся нефтяников и компаний, которые добывают углеводороды. Традиционно в преддверии дня нефтяной и газовой промышленности в Югре подведут итоги конкурса «Черное золото Югры». Кроме того, на стене музея геологии нефти и газа появятся новые звезды – таблички с именами ветеранов отрасли. На этот раз будет две звезды. Первую посвятят Евграфию Теплякову. Он был первооткрывателем и участником разведки месторождений Среднего Приобья. Например, Западно-Сургутского, Ленторского, Мегионского. У Евграфия Артемовича две крупные профессиональные награды. Он заслуженный идеолог РСФСР и почетный работник газовой промышленности России. Вторую звезду откроет честь Юрия Шафранника. Он с 1974 года работал в Нижневартовске. Начинал карьеру на месторождениях, будучи слесарем-механиком. В 1987 году Юрий Константинович возглавил одну из крупнейших югорских нефтяных компаний. Юрий Шафранник носит почетное звание заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России. Добавлю, сейчас в Югре добывают черное золото 47 предприятий. В прошлом году из Недороне подняли больше 200 миллионов тонн сырья. У каждого животного должен быть владелец. Ответственные отношения к четверногим питомцам обсудили на прямом эфире с ветеринарной службой Югры. В частности, речь шла о защитной акции «Не бросай меня на дачи». Ее задача – сформировать у граждан культуру ответственного обращения с животными. В муниципалитетах проходят рейды по частному сектору и на дачах. Определяют, какие четверногие там живут и кому они принадлежат. Ветеринары чипируют питомцев, прививают от бешенства и проводят профилактические беседы с хозяевами. Данные обо всех обнаруженных собаках заносят в единую информационную систему домашние животные. Всего в округе у нас зарегистрировано 750 дачных кооперативов. Ветеринальные специалисты посетили уже 318 из них. Провели вакцинацию 1508 собакам. 846 собак занесены в базу как владельческие. И 159 животных зачипированы. Зоозащитные организации продолжают проводить на территории округа зоофестивали уроки добра в детских летних лагерях. Они вне открытых дверей в приютах, а также благотворительный сбор кормов и проведение субботников. В Сургуте прошли сборы кинологов уголовно-исполнительной системы. Навыки демонстрировали 9 служебных собак. Испытания зависели от профиля четверолапого и имитировали реальные ситуации. Например, обыск автотранспорта, прохождение полосы препятствий или так называемая выборка человека. Все подробности далее. Чтобы участвовать в подобных сборах и вообще работать в колониях, служебные псы должны иметь соответствующую подготовку. Для тренировок собак используются специальные дресс-костюмы. Такие костюмы сделаны из специальной плотной ткани и используются для тренировки собак с задержанием. Если она где-то не в руку пошла подставлять и руку, это как бы не страшно. Они у нас приучены чисто на руках хвататься для нанесения наименьшего вреда. Несмотря на то, что меня чуть не съели, на сильные укусы ткань этого костюма достаточно плотная. Перед тем, как вступить в ряды стражей правопорядка, каждая собака вместе с кинологом приходит курс подготовки, после чего они сдают экзамены. Например, Татьяна Миняйл из псома Арни учились три месяца. На данный момент напарники работают вместе уже десятый год. Их специализация – это поиск наркотических средств в транспортных средствах, приезжающих на храняемые объекты. Хотя порой удается найти и другие запрещенные предметы. Находили до килограмма наркотических веществ. Находили, были случаи, что телефоны. На СТО заезжала машина, что обозначило. В колесах было 50 с лишним телефонов, зарядных устройств. Там около 200 сим-карт. Мы тоже обнаружили. Хотя мы... Ну, что-то там был такой запах, что обозначил. Стали, разобрали колеса и там вот это выявили. Важная особенность состязания кинологов – это работа не на время, а на результат. Оценивается количество команд, поданных специалистам собаки, попыток и взаимодействия кинолога с его четверолапым напарником. Участники соревнований говорят, что для полного контакта отношений между собакой и специалистом должны быть больше, чем просто рабочими. Мы с ним гуляем. Где-то я его забираю к себе домой, в город могу забрать погулять. Также мы с ним играем во что-то какие-то. В его любимые игры – это тоже мячик, ему нравится очень сильно. Где-то побегать, просто порезвиться, побаловаться. Так как-то с ними сложились у нас отношения. В этом году на заслуженную пенсию идут около 10 четвероногих защитников правопорядка в исправительных учреждениях. Их отдадут в добрые руки. А на замену придут новые молодые псы, которых кинологи начнут обучать. Арсений Меликов, Владимир Гайнза, телерадиокомпания «Югра», Сургут. В Югре проходит акция «Книга на родном языке». В Сургутском районе библиотекарям собрали более тысячи книг на родных языках народов России. Часть литературы приобрели в рамках проекта «Национальная палитра». Остальные получили в подарок от читателей. На книжных полках появились произведения на башкирском, татарском, украинском, азербайджанском и других языках. Кроме того, коллекцию в библиотек пополнили литературные издания о культуре, истории бытия и национальной кухне народов. Напомню, Сургутский район и Хантамасийск стали по итогам прошлого года самыми читающими муниципалитетами. Югорский боксер Ярослав Дороничев завоевал золотую медаль на Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов. Турнир по боксу завершился в Москве. Наш спортсмен выступал в весовой категории до 92 килограммов. В финале вортовчанину противостоял боксер из Владимирской области Рамазан Дадаев. Ярослав Дороничев провел отличный бой и одержал победу единогласным решением судей. Еще одну медаль завоевал Дмитрий Захаров из Югорска. Он вышел в финал в весовой категории до 71 килограмма, но уступил спортсмену из Москвы. На его счету серебряная медаль спартакиады. К этому часу это все новости от моих коллег. С вами был Илья Райшев. Всего доброго. Вертикальные поверхности самые сложные при ремонте, поэтому здесь недочеты ищут в первую очередь. На крыше одной из сургутских многоэтажек работает специальная комиссия. Представители стройконтроля, управляющие компанией, фонда капремонта, жильцы проверяют качество выполнения капитального ремонта. Тут полностью поменяли гидроизоляцию. Крышу специально сделали такой неровной, чтобы талая и дождевая воды стекали напрямую в стояк, а не на балкон жильцов пятого этажа. В этом доме 20 подъездов. Работы сдают по частям. Пять парадных уже готовы. Три на очереди. Помимо всех слоев кровли, от стяжки до старого рубероида обновят еще утеплитель на чердаке. Дом большой, а лето у нас короткое. Приходится задействовать единовременно больше, чем несколько, больше, чем две бригады. Потому что работают параллельно. Это же разные люди работают. Гидроизоляцию делают пайщики. Стяжку выполняют другие ребята. Это на вентиляции, на кондиционной стояке отдельные звенья. Это разные специалисты. Поэтому приходится единовременно всех запускать на объекты. Здесь заменят в общей сложности почти 4,5 тысячи квадратных метров кровельного покрытия. Это практически размер полноценного футбольного поля. Работы закончат в срок до осенних ливней. Так стараются сделать на многих объектах, которые обновляют за счет средств собственников по программе капремонта. Приемки ведутся очень активно. Много работы. Нужно еще все успеть. Вообще на сегодня у нас в Сургуте запланирована приемка работы приемочной комиссии на 9 домах. До конца года закончим работу на 156 домах. На общую сумму 2,9 миллиардов рублей. Выполнено будет порядка 600 видов работ. Это и крыши, и фасады, и подвалы, и инженерные сети. На все виды работ по программе капремонта действует гарантия 5 лет. На слой гидроизоляции на этой крыше 25 лет. Строители говорят, что он прослужит дольше. Ведь с их стороны все сделано правильно. У приемной комиссии нет замечаний. Все правильно. В конечном счете мы все равно делаем это все для жильцов, для собственников. Для таких же, как мы. Субтитры создавал DimaTorzok